С 1 по 7 марта в Сочи на территории Федерального образовательного центра «Сириус» пройдет всемирный фестиваль молодежи, где первый регион представит 68 юношей и девушек. Программа форума включает в себя дискуссии, лекции, выставки и спортивные соревнования, добровольческие акции и путешествия. Брестская областная делегация сформирована. Она сформирована с различных представителей и с различных сфер деятельности. Это по этому студенты и работающие молодежь. Хотелось бы сказать, что формируется целая делегация республики, более 600 человек. И, конечно же, это фестиваль молодежи в городе Сочи. Это такое знаковое мероприятие, скажем так, последнее из таких знаковых мероприятий было в 2017 году, где тоже была сформирована делегация Брестской области. Очень отрадно, что мне получилось съездить в 2017 году и поеду представлять нашу молодежную организацию Белорусской республиканской цивилизм молодежи в этом году. Конечно, ждут большие активности, очень много различных площадок, потому что там будет сформировано и от медиаплощадок до волонтерских площадок и так далее. То есть там действительно будут большие семинары по всем видам молодежного движения, скажем так. Очень здорово, что такой шанс выпадает и представителям Брестской области, потому что действительно это мероприятие мирового масштаба. С напутственными словами к делегатам обратился заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук. В ходе встречи в облсполкоме с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Ведь самая главная задача в их миссии – достойно представить первый регион на международном форуме. Выбирали лучших из лучших, и на этом зале, чтобы вы понимали, ребята, это лучшие из лучших, те, которые у нас на Брещене есть. Поэтому это дорого стоит, и вы этого заслужили. Очень серьезный был отбор, очень серьезные были критерии по отбору. И на самом деле, если кому-то кажется, там случайность или не случайность, нет, то случайности здесь нет. 630 человек от республики Беларусь прибывает на данный фестиваль, 69 из 630 – это из Брестского региона. Мы здесь не разделяли ни в коем случае по гендерному принципу, там больше мужчин или наполовину, в этих зале и так далее. Мы реально брали тех ребят, которые во славу потрудились в первом регионе. Вас было слышно, видно. Я скажу честно, я вот в этот зал смотрю сейчас, да, и такие вас уже, я вас практически всех знаю. В торжественной обстановке ребятам были переданы государственный флаг Республики Беларусь, флаг Брестской области, а также флаг 85-летия первого региона. Участники фестиваля отмечают, что молодежный форум для них – это в первую очередь площадка по обмену опытом и начало новой дружбы и взаимного обогащения культурами и традициями разных народов. На самом деле ожиданий, наверное, каких-то конкретных нет. Просто я в предвкушении этого всего мероприятия. Это, в принципе, все очень интересно. В Сочи я ни разу не была, хотя ездила за границей, был такой опыт. Но это абсолютно новый этап, новый шаг, в принципе, даже студенчество для меня. Это шанс познакомиться со студентами, в принципе, со всего мира, с разных стран, которые там вообще будут. И действительно, я просто в предвкушении очень жду, и я даже рада просто даже быть здесь. А вот с 10 по 17 марта пройдет региональная программа фестиваля. В ней также поучаствует часть делегации Брестской области. Они посетят 30 городов России, где познакомятся с памятными местами, культурным и национальным разнообразием, посетят технологические и промышленные предприятия. Василина Вуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.